Если вы давно мечтаете оборудовать свою квартиру современными системами безопасности, ну, чтобы спать спокойнее, вначале хорошо подумайте, а вдруг удастся избежать немалых трат при покупке этих устройств. И, например, вместо видеонаблюдения можно организовать собаконаблюдение. Для этого достаточно всего лишь прорезать окно на балконе для вашего четвероногого друга. Ну, если, конечно, он у вас есть. Впрочем, не исключено, что это отверстие на одной из лоджий в 19-м доме по улице Баумана нужно питомцу вовсе не для того, чтобы кого-то охранять. Спросим у прохожих, что они думают по поводу такого изобретения. Чтобы просто ей веселее было. Может, с ней не гуляют или мало гуляют. Чтобы она смотрела на улицу, дышала воздухом. Для поддержания здоровья, чтобы собака питала себя свежим воздухом. Чтобы знать, что происходит в окружающем мире, мне кажется. Погода какая, например. Днем хозяева на работе. Ей же грустно. А так она может полаять на птичек и на прохожих. Чтобы не скучно было. Серьезно, да. Собака, она же социальное животное. Вы не поверите, у меня собака тоже живет на балконе. У нее есть будки. Она общается с другими такими же узниками домашнего чага, как сама. Да, это нормально, абсолютно. А с кем она общается? С собаками. О чем говорят? Я не знаю, не знаю. Ну, наверное, жизнь тяжкая у хозяев. Планируют побег, может быть. Может быть, наоборот. Там, зазывают друг друга в гости. Может быть, флиртуют? Навряд ли. Хотя сейчас нравы-то поменялись. Может быть, у собак тоже коснулось это. Но оказалось, что трехлетний житель этой пятиэтажки по кличке Зевс вовсе не готовит никаких заговоров или побегов. И о поиске избранницы тоже пока не задумывается. Высовывать свой нос на улицу молодой пес породой Джек Рассел Терьер стремится из-за простого любопытства. Он у нас очень любопытный. Он любит смотреть на людей. Любит смотреть на собак и полаять на них, позлиться. Папа все время выходил с Зевсом на балкон. Его приходилось постоянно брать на руки. А он довольно-таки тяжелый. И потом мы поставили стул для барной стойки и ставили его туда. Но мы боялись, что он просто выпадет. И потом папа как-то увидел идею, что не знаю в какой стране сделали окошко для собачки. И мы решили сделать такое же окошко. Как рассказывает хозяйка собаки, это окошко ее отец смастерил всего лишь за 15 минут. В планах семейства собственноручно сделать для Зевса именной медальон и удобную подставку для мисок. Александра уверена создавать подобные вещи в состоянии каждый владелец питомца. Тот, кто делает жизнь своего четвероногого друга ярче и комфортнее, обязательно будет вознагражден ответной любовью маленького воспитанника. Ну как минимум хвостом он вам повиляет точно. Кирилл Диев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!